я все привет приехали на авторынок зеленый угол сегодня забираем несколько автомобилей покажу что покупают в каком состоянии приехали на стояночку то есть вот этот автомобиль у нас n вагон видите в каком он состоянии он не идеальный требуется скажем так ремонтной работы под красным к нему вернемся чуть позже в данный момент за него переводятся деньги вот часть перевели часть ждем пока заберем другой автомобиль я вам про них немного расскажу что это за автомобили у нас видимо тут репетиция идет берет 9 мая самолеты летают сейчас будем забирать ну давайте уже подойдем к автомобилю я вам покажу что мы будем забирать эти летят ребят первый автомобиль это suzuki солью синий цвет автомобиль 2016 года выпуска 4 vd стоимостью 760 тысяч рублей автомобиль аукционный в каких-то жестких авариях он не был да и в принципе вообще в авариях он не был да у него есть под красы ног незначительные аукционный лист окрас крышки багажника пробег на автомобиле 120 тысяч это нормальный пробег для японского автомобиля 4 vd двигатель 1 и 2 автомобиль на лете на хорошей летней резине гибрид такой насыщенный цвет поверьте на таком автомобиле вы будете выделяться из из потока автомобиле с олива такой приближенный автомобильчик ой как вам сказать то ну это не то что минивэн да это ближе к семейству кейкаров но тем не менее по размерам по ширине по длине да в принципе по всем габаритам да он больше кейкаров у него нереально огромный и удобный салон неплохая как бы неплохое качество обивки сидений всевозможные полочки бардачки подстаканники автомобиль на климат-контроле левая дверь идет электро бесключевой доступ сзади сидения знаете как диванчиком идут сиденья не раздельные то есть двигаются вперед-назад посмотрите сколько места на втором ряду сидений да можно так присесть посмотреть на меня очень много места очень много вот далее за так звоночек поступает дверь электро как я сказал багажное отделение посмотрите внешний вид автомобиля с задней части по заду до камеры заднего вида есть дальше ну как я уже сказал задние сидения у нас двигаются до что в принципе очень удобно можно увеличить багажник вот таким вот образом двойное но здесь ремкомплект все это есть да сзади идет пластик классик идет практически во всех автомобилях по именно по багажному отделению есть комплектация бандит это модная комплектация но ценник на бандитов конечно идет намного намного выше здесь сканево обивка подстакане колонка сиденья регулируются по высоте ездит вперед-назад отключение всевозможных систем туманы ставили здесь кнопка старт стоп мультируля нет руль идет обычный пластиковый печечка на климате виде климат-контроль она здесь на климате конечно автомобили смотрится намного посерьезнее да и посимпатичнее место здесь ну я как обычно люблю сидушку задрать наверх место довольно много в автомобиле то есть я чувствую себя комфортно панелька но сейчас поедем поговорим в дороге мы забираем с вами следующий автомобиль кстати поднялся очень сильный ветер не знаю что будет со звуком и так это тойота сиента автомобиль 2016 года выпуска не гибридная версия в такой в средней комплектации это не подбор автомобиля это штучный осмотр автомобилей для подписчика смотрел несколько автомобилей он остановил выбор на данной версии так как видите это белый цвет штатное литье летняя резина сейчас немножко покажу автомобиль но прежде то есть при покупке автомобиля по документам и наверное сядем автомобиль я вам расскажу но на следующем автомобиле на n вагоне n вагон будем забирать сегодня которое вначале видео показывал сверяется номер двигателя сверяется номер кузова напоминаю номер двигателя находится на двигателе номер кузова у японского автомобиля есть шильдик дублирующая табличка номера кузова вот она и есть непосредственно сам номер кузова на всех автомобилях он расположен в разных местах либо это подкапотное пространство до под какой-то там крышечкой либо вот на планке выбит либо вот водительским сидением данный автомобиль больные он целый он не идеальный в плане родной краски у него есть окрас по левой стороне небольшой были какие-то там царапины и так багажное отделение смотрите вот чем мне нравится данный автомобиль я постоянно говорю об этом всем третий ряд сидений прячется под второй ряд сидений кто об этом не знает приходит есть так еще автомобиль и где вот пол до японец сели такой коврик здесь интересненький и многие даже просто могут и не догадаться то что автомобиль это минивэн у которого три ряда сидений темный салон что очень хорошо по крайней мере для меня мне очень нравится темные салоны вот таким образом раскладывается у нас все это дело по месту рекламировать не буду место в автомобиле очень много сидеть удобно сидеть комфортно головой не бьюсь все отлично сзади у нас есть подсветка вот у нас проход ну опять же допустим я бы вот это место занял бы чем-нибудь другим вот честно почти нафига вот этот проход здесь нужен взрослые не будут лазить туда вперед назад так в данный момент происходит передача денег процесс передачи денег кстати ребят последнее время все сложнее сложнее становится по части перевода денег вот я заведем пускай как греется два ключа автомобиля идет кнопка старый стоп получается за последние два дня два автомобиля не куплено по той причине потому что продавцы не принимают деньги это исис хороший кстати исис под по моему 880 тысяч он стоил там под соточку пробег 4 балла кузов кузов целый вот нормально такая комплектация и еще одна сиента вот но вы поймете то что на себя и деньги взять эти не могу да то есть один миллион там 2 миллион мы продавцы тоже как бы короче говоря все хотят наличку то же самое касается и кто приезжает за автомобилями там позвонили саня как вот ехать там продавцы деньги на карту берут нет ребят приезжайте с наличкой то есть если вы боитесь наличкой ехать я тут давным давно уже бандитов нету никто ничего не ворует никто никого не обманывает приезжайте во владивосток во владивостоке снимаете деньги то есть я так понимаю скорее всего у большинства людей деньги на сбербанке если у вас что-то не получается я вам подскажу как снять потому что по картам ну допустим основная карта до которой пользуются россияне скажем так это 150 тысяч лимит через банкомат и 150 тысяч лимит через оператора в сутки есть всевозможные лазейки да как можно снять деньги там и 500 тысяч за раз и миллион и 2 и 3 миллиона вот поэтому такая вот проблемка и так автомобиль на климат-контроле управления центральной панелью мультируль 2 электро двери туманки ставили здесь а и стоп анти юс кнопка старт корректор фар подстаканник имеется будет в очень удобном месте мне нравится что находится здесь вот есть подогрев водительского сиденья подогрев пассажирского сиденья 22 режима аукционного листа автомобиля нет но он больные аукционе проверяли по статистике все все бьется камера заднего вида такая простенькая вариатор в принципе все по стандарту все как обычно руль идет кожаный автомобиля по передней части место тоже довольно таки много двигатель полтора литра коробкой передач устанавливается здесь вариатор довольно таки на самом деле это неплохие автомобили именно сиента многие когда решаются купить такую автомобиль у них стоит выбор либо сиента либо фрид свежий но фрид свежий он будет подороже то есть если вот это сиента сколько сказал 900 970 давно по моему стоит сейчас еще раз посмотрю то нормальный фрид там меньше наверное ляма к нему какого ляма миллион 150 нормальный фрид меньше не подходить 940 тысяч стоит данный автомобиль до полтора литра он 109 лошадиных сил пробег как я уже говорил сто тысяч вот видите ну и кстати что касается пробегов да вот вот эти наши подписчики подписчики смотрели с маленькие в районе автомобиля да там 20000 25 там 15000 ну хочется все же целый автомобиль но поймите такая сиента с пробегом там допустим 20000 до целая по кузову но она будет стоить очень очень дорого вот вот как только посмотрели автомобиль с пробегом 100000 сразу с первого раза попали на хороший нормальный достойный автомобиль что касается пробега 100000 до 104 тысячи для японского автомобиля это вот не пробег ребят при должного обслуживания автомобиль проходит еще три раза по 100000 а то и больше ладно сейчас дожидаемся перевода денег продает кстати выход видимо деньги пришли гоним в транспортную компанию и забираем еще один автомобиль кстати ребят вот он этот исис про которого я говорил автомобиль продается десятый год аукцион 4 балла пробег 80000 на автомобиле он клёвый он целый неплохой комплектации в хорошем состоянии нормальным адекватным пробегом автомобиль передний привод двигатель 18 полноценный такой семейный минивенчик естественно он закрыт мультируль у него кожаный руль естественно у него климат темный салон в общем достойный вариант для покупки автомобиля добрались мы все-таки до вот этого автомобиля это honda n ваган сложно было его выпить реально ребят сложно несколько дней пытались ну вот вот она свершилась и так n ваган четырнадцатый год 07 370 тысяч рублей удивитесь вы спросите вы почему такая цена ребят потому что машина требует внимания автомобиль пришел так как он есть он требует покраски кто-то будет красить кто-то не будет красить но я думаю то что в любом случае покраска на данном автомобиле производится будет до дверь дверь крыло крыша этого никто не скрывает что есть то есть таком в состоянии автомобиль продается плюсы цена пробег неплохая комплектация у данного автомобиля ну естественно n ваган в комплектации кастом будет стоить намного дороже вот это вид на камеру особо много не передать из допустим по факту крыло спойлер целая крышка багажника целая это просто скотч автомобиля сел аккумулятор сейчас будем его прикуривать двигателем никто не занимался в каком состоянии пришел в таком состоянии он есть вот никто не мыл не отмывал не намывал двигатель сухой что сверху что снизу вот таком они состоянии до приходит есть какие-то рыжики ребят все это устраняется не плане там подкраски да грубо говоря стирается ну давайте сейчас прикурим автомобиль покажу вам салон и обещал рассказать по документам да что что у нас идет с документами на автомобиль и понес поставил фигню какую-то мясодворника закрытого автомобиль 370 тысяч рублей кейкар со один из самых самых популярных кейкаров на планете земля так вот забрали автомобиль давайте немножко поподробнее рассмотрим да и ваган 2014 год комплектация кастом стоимость автомобиля триста семьдесят тысяч рублей пробег на автомобиле семьдесят тысяч километров кастом это самый самый такой самая популярная комплектация понятно соотношение цена и качество пробег требуется покраска как я уже говорил деталей ни одной не две ну как бы скажем так новый хозяин уже будет разбираться сам решать да что ему красить что ему не красить внешний вид фары линзованные установлены туманочки по бокам идет обвес повторители бесключевой доступ штатное литье колеса установлены на 14 размер у нас идет 155 65 на 14 довольно неплохой как бы у него ну не то что клиренс да именно дорожный просвет сзади спойлер дворника нет интересного плана стопари ну конечно свежий кузов да он поинтереснее уже будет смотреться как бы смотрится он в принципе так же но есть такие по салонку незначительные изменения и по короче говоря надо посмотреть так ну давайте начнем смотрите вот багажное отделение да она у нас раскладывается вот таким образом убить их блин ужасный ветер на улице уж и надуло я не знаю что будет со звуком возможно даже видео это не выйдет вот смотрите в данный момент в данный момент сиденья второго ряда отодвинуты до конца смотрите сколько места здесь key car 07 очень удобно что спинки второго ряда они складываются по отдельности таким образом аэрбэги в стойках подсветка ручки были ну как же здесь много места все-таки сам шок если честно багажник при сдвинутом втором ряде до конца вот такого такой объем подвинули увеличился ладно уже много сказано как бы этих автомобилях да какие они клевые какие они модные самые популярные кейкар наверно страна россия да и так смотрите значит по документам при покупке автомобиля идет птс сбк тс там gtd ты по копия паспорта продавца в принципе по факту да что поставить автомобиль на учет вам нужно птс это электронная выписка раньше была птс к одна бумажка вот сейчас все вот эти данные перенесли вот сюда здесь указаны все данные автомобиля ты повода идет идет копия паспорта продавца не продавца физика на того на кого раз на можно автомобиль идет сбк тс по факту по факту что поставить машину на учет вам нужно только вот птс ну естественно пройти этих осмотра сделать страховочку заплатить госпошлину что там еще принципе в принципе все да но все хотят чтобы весь комплект документов мы тоже за это как составляется договор купли-продажи все очень просто если вы сами покупаете авто если вы приехали на авторинок зеленый угол идете вам его пишут 500-1000 рублей я даже не знаю сколько он стоит если честно если вы получаете автомобиль либо там денег не хотите платить с интернета скачиваете договор абсолютно любой форме сами его заполняете продавец это физик все данные у вас есть данные физика указаны либо в копию паспорта либо в сбк тс и вот они вот здесь есть договор заполнили ну и продавец твой продавец и покупатель это собственно вы все договорочка у вас есть допустим вот допустим вы получаете камер криво достает допустим из другого города получаете автомобиль вот у вас весь комплект документов все договор сделали дату указали все указали сумму указали сумму это отдельный разговор да по написанию договоре по телефончику его надо проконсультирую сделали прошли техосмотр у себя в городе сделали страховку записались в гаи на госуслугах запомнили заявление заплатили госпошлину через госуслуги на по моему подешевле на 30 процентов не знаю как по россии у нас пошлина по моему по моему ребят две восемьсот пятьдесят это за беспробежный автомобиль за автомобиль который без номеров вот и все и смело в гаи то есть любой автомобиль нас правом рулем он встает на учет при том случае если это никакой не конструктор напил карпил там нагрыз или еще что-нибудь вот поэтому ребят на сегодня будем заканчивать да тут по машине вижу смысла разговаривать уже много было сказано про эти автомобили кому интересен канал подписываемся не забываем ставить обязательно свои пальцы вверх вот будете в курсе всех новостей автомобильного рынка самого большого автомобильного рынка стране вот и кому нужна помощь пишите звоните обращайтесь телефон указан под каждым видео и в описании канала также есть инстаграм называется автоподбор 25 вот и еще ну конечно мало кто досматривает до конца до каждое видео но хотел вначале видео сказать кстати вот к тому моменту но настоящие подписчики кто смотрит видео целиком поймут многие там пишут вот надо то снять надо это снять ты там то неправильно сказал ребят вот реально возьмите камеру попробуйте поснимать вот я когда хочу что-то снять я в голове мыслию себя прокручиваю да я вот сейчас приду я буду снимать это 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 и вот это я обязательно скажу главное не забудь про это но по факту она получается вот я не профессионально это делаю то есть те блогеры которые профессионально ведут свои youtube каналы ну это профессия не такая блогер они на этом зарабатывают то есть для меня это хобби мне это интересно мне интересно ходить снимать интересно вам показывать вот чтобы вы были в курсе поэтому вот сегодня хотел сказать в начале видео до чтоб чем больше народу посмотрела тем лучше то что на youtube появилась такая штука как шорт видео появилась она давно но я узнал об этом только вот буквально там неделю полторы назад это короткие видео грубо говоря youtube начал писать под instagram короткие вертикальные видео вот длительность таких видео не может превышать одну минуту я к чему веду к тому то что заходите на каналчик смотрите я сделаю даже на днях один плейлистик да где будут короткие видео ну туда будут попадать автомобили которые не попали на youtube канал в плане допустим кого-то осмотра что было с автомобилем что сколько стоит потому что смотришь довольно много автомобилей и не все автомобили попадают именно на канал вот на сегодня ребят все всем пока всем хороших до выходных всем хорошего настроения